Телегин Как-никак, министр. Опустив голову, он сказал уже совсем тихо. Дмитрий Степанович, я больше полугода не видел Даши. Письма не доходят. Не имею понятия, что с ней. Жива-жива, благоденствует. Доктор нагнулся почти под стол к нижним ящикам. Я в добровольческой армии. Сражаюсь с большевиками с марта месяца. Сейчас командирован штабом на север с секретным поручением. Дмитрий Степанович слушал с самым диким видом. И вдруг при слове «секретное поручение» усмешка пробежала под его усами. Так-так, а в каком полку изволите служить? В солдатском. Телегин чувствовал, как кровь заливает ему лицо. Ага, значит, есть такой в добровольческой армии. А надолго к нам пожаловали? Сегодня ночью уеду. Превосходно. А куда именно? Простите, это военная тайна, не настаиваю. Иными словами, по делам контрразведки. Голос Дмитрия Степановича зазвучал как-то странно, что Телегин, несмотря на страшное волнение, вздрогнул, насторожился. Но доктор в это время нашел то, что искал. Супруга ваша в добром здравии. Вот, почитайте, получил от нее на прошлой неделе. Тут и вас касается. Доктор бросил перед Телегином несколько листков бумаги, списанных крупным Дашиным почерком. Эти неправильные, бесценные буквы так и поплыли в глазах у Ивана Ильича. Я, простите, на минутку. На минутку отлучусь. Да вы усаживайтесь поудобнее. Доктор быстро вышел, запер за собой дверь. Последнее, что слышал Иван Ильич, это были его слова, ответ кому-то из домашних. Да так, один проситель. Из столовой доктор прошел в темный коридорчик, где был телефон старинного устройства. Стоя лицом к стене, завертев телефонную ручку, он потребовал в полголоса номер контрразведки и вызвал к аппарату лично Семен Семеновича Говядина. Семен Семен Семеновича Говядина. Семен Семен Семен. Продолжение следует...